Сумки категории Экстра, Италия, мешок весит 10 кг. Первым у нас идёт вот такая женская сумка. Так, следов износа на днище не вижу. На самой сумке также. На ручке тоже без следов износа, закрывается на магнитную клипсу. Так, внутри два небольших отделения, разделённых перегородкой для мелочи. Посмотрим, как работает замок. Так, замок работает отлично. Следующая сумка у нас тоже небольшая, вот такая вот женская. Следов износа на ручках я не вижу. Так, на самой сумке на днище я также не вижу никаких следов износа. Так, одно большое отделение, хотя нет, здесь вот тоже два отделения, разделённых небольшой перегородкой. Так, замок работает немножко туговатно, но в принципе не заедает. Так, вот такая вот сумка. Состояние отличное, придраться пока не к чему. Закрывается на магнитную клипсу. Внутри опять же два больших отделения, разделённых небольшой перегородкой, куда можно сложить мелочь. Так, очень странная и необычная сумка следующая у нас. Так, я так понимаю, что он через плечо носится. Следов износа на лямке, ремешке я не вижу. На самой сумке тоже без следов износа. Очень интересная такая ткань на ощупь, по крайней мере. Следов износа внутри также нет. Замок работает отлично, не заедает. Так, следующая сумка. Вот такая вот яркая, цветная, прям переливчатая. Следов износа на самой сумке я также не вижу. Состояние отличное. На ручках тоже следов износа нет. Закрывается она у нас. Вот здесь вот на замок. Посмотрим. Замок работает, кстати, отлично. Следов износа внутри нет. Также две перегородки. А, два отделения с небольшой перегородкой. Так, для любителей Шрека. Вот такой вот рюкзак. Новый, без следов износа. Состояние отличное. Можем сразу вот так вот отодвинуть, посмотреть. Да, все работает хорошо. Так, небольшая сумочка с пайетками. Замок работает отлично. Не заедает. Следов износа внутри нет. Можно даже переходить к следующей сумке. Так, это у нас кошелек оказался. Вот такой вот небольшой. В принципе, небольшие потертости есть вот здесь вот и на местах сгиба. Но не критично. Опять же, следов износа внутри нет. Все очень хорошо выглядит. Так, большая женская сумка. Следов износа на тнище нет. На самой сумке я также следов износа не вижу. На ручках также без следов износа. Давайте откроем, посмотрим. Так, замок работает отлично. Следов износа внутри нет. Отличная сумка. Так, вот такая вот детская небольшая сумочка. Также замок работает отлично. Не заедает. Внутри вот эта вот вещь закрывается на магнитную клипсу. На ремешке, кстати... А, нет, вот на самой сумке есть небольшое пятнышко. На ремешке следов износа нет. Так, следующая сумка. Вот такая вот. Сумка похожа для ноутбука. Вот, посмотрим. Да, куча всяких отсеков, кармашков удобных. Внутри одно большое отделение. Здесь у нас, я так понимаю, это днище сумки. Следов износа на сумке абсолютно никаких нет. Я так думаю, ремешок вместе с ней когда-то шел. Но сейчас его уже, видимо, не найти. Ладно. Небольшая еще одна сумочка через плечо. Тоже следов износа я не вижу. Закрывается на две заклепки. Два кармашка, получается, вот боковой и основной. Основной у нас закрывается на замок. Так, сейчас я ухвачу собачку. Ага, ухватил. Замок работает немножко туговато, но, опять же, не заедает. Следов износа внутри сумки нет. Так, вот такая вот длинная сумка. Так, сразу из небольших таких изъянов. Немножко распускается, по-моему, ручка. Вот я вижу. Так, на самой сумке следов износа на днище нет. Сейчас откроем, посмотрим. Вот это вот целое копыто. Убить можно человека. Так, внутри также следов износа нет. Замок работает хорошо. Так, что-то, что-то странное. Сумка тоже через плечо, я так понимаю. Очень такой своеобразный формат. Кармашек для телефона, я так понимаю. И, так, здесь следов износа нет. На самой сумке также без следов износа. Один большой отсек. Внутрь можно положить много всякой мелочи. Но, в принципе, опять же, призраться не к чему. Так, вот такая вот женская сумка. Состояние отличное. Следов износа я не вижу. На ручках, на петельках также без следов износа. Закрывается она у нас, опять же, на замок. Внутри следов износа я также не увидел. Замок работает отлично. Давайте немножко подвинем. Чтобы у нас тут разгрузить немножко обстановку, ситуацию. Так, вот такой вот рюкзак. Яркий, синий. Так, следов износа на лямках нет. На самом рюкзаке также без следов износа. Состояние отличное. Много всяких кармашков. Вообще, такой многофункциональный. Интересный рюкзак. Отличный рюкзак. Ну, прям, тут даже добавить нечего. Так, небольшая женская сумочка. Здесь следов износа на самой сумке я не вижу. На ручках также. Так, замок не заедает. Смотреть следов износа нет. Следующая сумка. То ли сумка, то ли рюкзак. Кстати, интересный вариант. Здесь можно спрятать лямки внутрь кармашка. И можно носить просто как обычную сумку. Вообще, универсальный вариант. Следов износа абсолютно никаких нет. Состояние отличное. Так, небольшая женская сумочка. Здесь у нас тоже следов износа я не вижу. Не на лямке, петельке. Не на самой сумке. Замок работает отлично. Не заедает. Еще один рюкзак. Так, очень много рюкзаков. Так, состояние внутри отличное. Следов износа. Так, на самой сумке, так, это, по-моему, пыль. Пыль оттирается. Следов износа на лямках нет. На самой сумке также без следов износа. Так, вот такая вот женская сумочка на магнитных клипсах. Две магнитные клипсы удерживают крышку. Так, следов износа внутри нет. Снаружи также без следов износа. На лямке также. Так, вот такая вот кожаная, немножко бесформенная сумка. Но, опять же, давайте пройдемся конкретно. Следов износа на самой сумке нет. Так, на вот таком вот ремешке тоже следов износа нет. Закрывается, опять же, на магнитную клипсу. Внутри вот большой такой отсек. Можно, опять же, закрыть на замок. Состояние, кстати, отличное. Тоже не придраться. И последняя сумка, которая у нас идет в этом мешке, это вот такая вот небольшая сумочка. Также без следов износа. Замок работает отлично. Так, на ручках также следов износа нет. На этом все.